здравствуйте дорогие друзья продолжаю делать белорусочку сегодня будем одевать юбочку прошлой девочки я брала вот такую нетканую салфетку и наверх укладывала окрашенную вату вот она у меня есть но может быть не у каждого она есть поэтому сегодня сделаем с некрашенной а потом окрасим в тот раз я укладывала вату наверх салфетки чтобы было наверху на лицевой стороне а в этот раз делаю наоборот буду укладывать вату изнутри чтобы она была чтобы салфеточка здесь была вот ровненько аккуратненько и потом потому что все равно окрашивать так для этого я возьму такую же салфеточку она у меня такая розовенькая достаточно такая длинная хватает мне для ширины юбочки можно взять вот такую салфеточку которая продается в рулонах но тогда ее нужно будет растянуть потому что она ширину видите узенькая и юбочка недостаточно будет широкая поэтому можно ее будет вот так растянуть так таким образом она станет шире но потом ее нужно будет еще подкроить примерно соединить еще раз так и отрезать так чтобы она здесь была ровная потому что концы всегда остаются более длинные и подрезать ее потом еще можно будет отрезать уже когда будет готовая юбочка но так предварительно чтобы выровнять край нижней ну вот что-то примерно так будет а потом еще подряжется если что это если будете использовать вот такую салфетку но сейчас продаж достаточно много разных салфеток я взяла такую чтоб не заморачиваться такую салфеточку обычно что мы пользуемся тоже на кухне она немножко плотнее этой конечно не немножко так чувствуется вот и такая как-то более к вате подходит более как структура как вата сразу измеряю ширины мне хватает и здесь не нужно смотреть в длину ширину она салфетка и здесь волокна идут ну по разному и вдоль и поперек вот так ложатся а уже вот если с этой салфеткой здесь конечно волокна идут вдоль вот так поэтому и она растягивается только в одну сторону это не тянется повторюсь так сейчас измеряю длину которая мне нужна 11 сантиметров отмеряю вот у меня половинка раз половина получается отрезаем сейчас собираю на ниточку один край что будет на поясничке сейчас для уверенности можно примерить посмотреть как это будет выглядеть мам хорошо будет все сейчас мы укладываем вату на салфетку прежде пропитаю салфеточку это у меня клей и клейстер смешанный один к одному когда салфеточку пропитала укладываю тонкий слой ваты можно маленькими кусочками здесь не будет видно лишь бы так более-менее слой был равномерный потому что это будет внутри а здесь будет у нас красивая сторона поэтому если здесь какие-то будут косяки они не будут видны сейчас салфетка это просто выручает нас бывает вата некачественная салфеточка не тканая все скроет и к тому же у нее такая структура как вата именно у таких салфеток хотя после покраски и вот эти обычные салфетки тоже не видно что эта салфетка изделие ровненькая получается я уже там не раз показывала кто первый раз попал на мой канал можете посмотреть предыдущие разные видео я много посвящала этим салфеткам уложила вату сейчас ее пропитаю когда ватка намокнет будет видно где еще можно подложить немножко чтобы выровнять слой для новичков говорю введите кистью только вдоль волокон не вот так вот пирог а только вдоль и чтобы за кисточкой не тянулась ватка чувствуете чтобы она намокла тогда она не тянется если вы конечно возьмете сразу вот так вот потянете она будет цепляться поэтому так не спеша прочувствуйте вату под кистью сейчас когда я пропитала всю вату возьму ложку можно пальчиком вот так выровнять еще воздух есть выгнать можно взять ложку обычную ложку и так же вдоль волокон выравнивать выгонять воздух и тем самым еще и выравнивать вату все готово сейчас подрежу низ аккуратненько чтоб было хорошо видно когда салфетка отличается цветом от ваты по линии салфеточки обрезать сейчас подвяжу куколку вот к такой стоечке так чтобы ее ножки касались стола вот мне не хватает я сейчас подвяжу ее ниточка сейчас когда она уже стоит у нас собираем юбочку и завязываем шовчик делаю сзади и делаю чтобы юбочка касалась пол пола ну то есть стола так брови она потом на этой юбочке будет стоять сейчас складочки не распределим потом шовчик этот еще воды перепроем пока завяжем юбочку хорошенько чтобы не ускользала ниточка я ее продену сюда держать не соскользнет вот так сейчас мы сделаем это так и так же завяжу здесь продену она тогда не съедет ниточка на поясничку останется на юбочке ее лучше закрепим так я делаю узел не так не просто обычно а еще раз он тогда крепче получается еще вернемся еще вернемся все равно и здесь завяжу видите здесь съезжает на это здесь еще продеть чтоб держалась хорошо потом когда будем юбочку формировать не посъезжала не посваливалась ничего то ниточки останутся на пояснице юбка упадет сейчас юбка у нас крепко сидит можем оформлять все так сейчас шов сделаю закрою прикрою тонким слоем ваты все так все все Сейчас расправлю елочку аккуратненько. Так, елочка у меня касается стола, значит все хорошо, здесь немножко замного потяну, чуть-чуть, так, так, все отрегулирую, чтобы было аккуратно. Так, и сейчас здесь вот ватой прикрою, выровняю, чтобы было красиво, чтобы не торчали вот эти концы. Вот так вот вдоль ту ватой выравнивать, чтобы немножко на юбочку заходила, на талии, сюда на тельце. И так по кругу сделаю. Вот эти складочки. Так, выделю. Здесь выровняется. Должно получиться так. Немновато. Чуть-чуть отрезать надо. Еще раз проверяю, чтобы здесь лишнее не было и чтобы доставало, чтобы она у нас потом не улегала. Все подправляю здесь и оставляю ее на просушку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»